Собственное жилье – мечта для многих. И у 128 семей военнослужащих Брестского гарнизона областного центра это желание в скором будущем осуществиться. Украшением нового и перспективного Заречного микрорайона уже в следующем году станет 16-этажный дом, внешний антураж которого будет соответствовать военной тематике. И строительство этого дома для людей в погонах – не последняя преференция. В этом году 45 квартир строим, а всего за пятилетку мы построили для военнослужащих тысячу квартир. Вот это очередной шаг в рамках исполнения поручения главы государства. Мы и дальше будем для наших людей в погонах создавать максимальные преференции с учетом их ненормированного служебного графика, с учетом тех рисков, которые они подвергаются во время исполнения служебных обязанностей. Я думаю, что это наш нравственный долг власти делать службу в армии максимально престижной, ну и естественно максимально комфортной, чтобы бытовые проблемы не отвлекали задачи боевой подготовки. Для военнослужащих строительство нового дома в Заречном микрорайоне имеет массу плюсов. Один из основных – место расположения. Новая жилая застройка будет граничить с парком тысячелетия города и территории легендарного четвертого форта. А значит, людям в погонах до работы будет рукой подать. Город Брест – это город, в котором особое отношение к людям в погонах, особое отношение в силу той истории, которая есть у нас в Бресте. Вот почему мы оперативно отреагировали на поручения главы государства и вот уже буквально через несколько месяцев проводим эту процедуру. 500 военнослужащих не имеют жилья и я рад, что сегодня мы, по крайней мере, как-то остроту этой проблемы снимаем. Почетные гости заложили в фундамент дома символическую капсулу с памятным посланием потомкам с призывом беречь мир, любить свое Отечество и родную землю. Нормативный срок строительства многоэтажного дома – 14 месяцев. Но уже во время торжественной церемонии Александр Рогачук пообещал, что ровно через год, 7 ноября, здесь состоится вручение ключей новоселам. Ни для кого не секрет, что для каждого военнослужащего отдельный дом является очень важным достижением. Так как военнослужащие большую часть времени находятся на службе и в конце рабочего дня хочется прийти в свой родной, уютный дом к своим родным и близким. Поэтому хочу от имени всех новосельцев поблагодарить наше руководство, государство, при поддержке которых мы воплощаем свои мечты. В Бресте у нас наиболее сложная ситуация была по жилью. Если в Витебске, в Марьиногорке у нас полностью закрыты решенные вопросы, то в Бресте эта тема была очень жесткая. И на сегодняшний день посещение главы государства 38-й бригады и принятие решения о строительстве кооперативных домов. Следующий шаг – это строительство служебного жилья. То, что очень важно для нас с учетом перехода на комплектование контрактов и тем, это очень важно. То, я думаю, потихонечку в течение двух лет тему, все, что касается жилищного обеспечения, именно военнослужащих гарнизон, я не беру только 38-й, я беру гарнизон, я думаю, потихонечку ее решим и Брест останется, как оно и есть на сегодняшний день, самым желанным местом для службы офицера. Жители нового микрорайона городские власти обещают обеспечить всей социальной инфраструктурой, включая объекты образования, торговли и бытового обслуживания.